Седьмой луч это и есть воля Божья в проявлении, на самом материальном уровне. И седьмой луч, он всегда стремится проявиться и как бы пронзить всю форму до ее самого основания. И конечно же, он в первую очередь, так как физическое тело не принцип, а низшей принципиальной формой физического тела, или формой является эфирное тело. То есть, низшей точкой, где заземляется седьмой луч является эфирное тело. По этой причине сегодня очень много людей будет испытывать энергетизацию эфирных тел. А значит, для того, чтобы правильно распределять энергию, правильно реагировать на те энергии, на те силы, которые проявляются в эфирном теле. А очень многое начинает отживать под стимуляцией седьмого луча. Важно понимать природу эфирного тела. А тем более, что в эпоху седьмого луча будет проявляться, что есть проявление эпохи седьмого луча, что есть приходит эпохи. Это просто проявляется душа седьмого луча. Какая отличительная характеристика форм, через которую проявляются души седьмого луча? Души седьмого луча крайне чувствительны именно эфирным эмманациям. На эфирном уровне они крайне чувствительны. И эта чувствительность проявляется и как осязание, и эта чувствительность проявляется как видение. Просто физическое видение эфира. Другими словами, органы зрения, формы душ седьмого луча устроены несколько иначе, чем органы зрения душ других лучей. А значит, очень важно сегодня, чтобы такие нарождающиеся души и те, у которых это проявляется, сегодня очень многих проявляется, даже если оно не проявлялось 10 лет, 20 лет тому назад, то сегодня многие феномены, многие вещи, которые были неочевидными, начинают проявляться. Поэтому это очень важно. Сегодня знание эфирного тела, понимание природы эфирного тела является очень важным. Значит, очень многое будет на эту тему открывается уже открыто сейчас, а еще больше будет открываться. То, о чем я говорю, в самом начале. Безусловно, это должно происходить постепенно, шаг за шагом. Итак, что есть эфирное тело? Эфирное тело – это есть некий конгломерат или узор, если можно так сказать, силовых потоков, которые в полной мере можно назвать коконом, состоящие из эфирных нитей. Эфирных нитей, которые находятся вот на этих, состоят из четырех подуровней вот этого физического плана. Три низших подплана – это есть твердый, жидкий, газообразный, а следующие четыре – незримые, или то, что у нас сегодня наука называет вакуумом, или полем, там, торсионными полями и так далее. Это вот как раз эти четыре уровня сознания. Из субстанции этих уровней сознания и выстроены эфирные тела и человека, и всех форм, которые имеют место быть проявлены. Единственное, что эфирные тела человека являются более утончёнными, чем эфирные тела всех остальных форм. Имеется в виду и животные формы, растительные и минеральные формы, и вообще всех форм, предметов, даже которые создаёт сам человек. Всё обладает эфирным телом. Ничего не может существовать, не имея эфирного каркаса или силового каркаса. Форма не рассыпается благодаря вот этой магнетической связи, магнетизму этого эфирного каркаса. Это постулат. Ученики акульной философии должны это чётко осознавать. Физическое тело человека существует только потому, что существует эфирный каркас. Как только эфирный каркас исчезает, распадается или удаляется, и форма сама по себе распадается. Это как раз происходит в состоянии после смерти. состояния после смерти. Это очень сложный узор, очень сложная структура, которая можно назвать оконом. Она очень плотная. У некоторых она очень плотная, у некоторых она менее плотная. У некоторых она очень большая, у некоторых она очень жидкая и слабая. От того, в каком состоянии находится эфирное тело, в таком состоянии находится физическое тело. Если вы ищете причины могущества или слабости, анемии или атрофии физического тела, ищите его в эфирном теле. Все причины скрыты там. Как только какие-либо причины, которые привели к тем или иным отклонениям от нормы состояния здоровья, устраняются в эфирном теле, неважно каким образом, то ли сознательно, то ли бессознательно, всего тех или иных причин, здоровье поправляется, восстанавливается. Это тоже закон, это тоже нужно осознать. Какую функцию выполняет эфирное тело? Эфирное тело выполняет очень много функций. В первую очередь, оно выполняет защитную функцию. Именно это тело является тем защитным каркасом, который оберегает саму форму от внешних каких-то сил и сгручений. В том числе и от тепловых, и радиационных, и так далее. То есть человек устойчив к тем или иным агрессивным силам, излучающим или агрессивным средам. Некоторые, допустим, это демонстрируют мастера цигун. Они способны очень горячие предметы брать. Они способны агрессивные среды, кислоты, пить, выливать на себя. Благодаря чему? И что такое цигун? Цигун есть энергия, гун, то есть работа с энергией. Это мастера, которые очень искусно работают с энергией, то есть цигун, эфирной материи, праны. И благодаря тому, что они могут накапливать достаточное количество, благодаря тому, что они могут формировать очень совершенные эфирные тела, очень плотные, очень могущественные, они очень легко обращаются с разного рода агрессивной субстанцией, агрессивной материи, которую другому человеку просто причиняет время. Ну, мы не будем говорить о тех феноменах, которые совершают мастера цигун, вы это можете посмотреть в шокирующей Азии, там очень много всяких чудачеств. Ну, это, наверное, в какой-то степени есть злоупотребление закона, злоупотребление тем знанием, которое получил Восток в силу, что ли, преемственности, наследия Атлантиды. Атлантиды. Это знание, которое пришло из Атлантиды. Можно тоже ничего себе знать. Итак, первую очередь, оно выполняет защитную функцию, она защищает физическое тело человека. Во второй очередь, оно выполняет функцию питания. Эфирное тело, с одной стороны, есть каркас, а с другой стороны, источник энергии, которая питает, насыщает физическое тело. Есть главный закон ЦИУНИ, я сказал уже. Мыс ведет ЦИ, ЦИ ведет кровь. То есть, энергия является той движущей силой, той движущей энергией, которая и ведет кровь. Кровь подхватывает какие-то питательные вещества, подхватывает кислород, подхватывает питательные вещества и поддерживает всю форму. То есть, она обеспечивает обмен веществ и поддерживает форму состояния здоровья. Все обменные процессы, выделительные процессы протекают совершенно Как только энергия начинает двигаться вяло или вообще перестает двигаться Сразу же имеем застой крови, ну и так далее В той или иной части, не будем разбирать где То есть видите, насколько это очень тесная причина-следственная связь Поэтому, особенно в эпоху седьмого луча, крайне важно обращать внимание на состояние своих эфирных тех Крайне важно научиться поддерживать свои эфирные тела, в большей степени, чем физические В состоянии здоровья и гармонии А сегодня раса готова к этому, она стала очень чувствительной Она осязает уже эфирное тело, она хорошо его чувствует Она осязает, как движется ци по его эфирной форме А через все большее утончение и наблюдение, изучение своей эфирной формы Она способна, что ли, пройти через ту сторону, на ту сторону вуали, о чем я говорю Но уже не столько через внешнее знание, а сколько через собственный опыт, через собственное исследование Безусловно, пройдя через целую серию проб и ошибок То есть впадение в наваждение или рассеяние этих наваждений Но это неизбежно, ибо всякое знание приходит именно таким путем Далее Эфирное тело является тем телом, которое абсорбирует Как силы, которые приходят к нему Из внешнего мира, из вот этого эфирного мира Так и энергии, которые приходят к нему из высших миров Из психического мира и вообще из духовного мира То есть эфирное тело является средоточием очень многих сил и энергий Вплоть до того, духовных энергий Или другими словами, эфиров Системных, космических эфиров То есть эфира четвертого и третьего То есть энергии будхи и атмана Они тоже могут найти свое вместительство и быть абсорбированы Как бы сконцентрированы в этом эфирном теле Ну это то, о чем я хотел, как бы, ну, свойства, качества эфирного тела Как устроено мить эфирного тела? Это пятеричная паутина, которая состоит из отдельных пятиканальчиков Почему пять? Здесь, конечно же, можно опять найти множество причин С одной стороны, возможно, эти пять каналов являются результатом эволюционного развития Допустим, человечества в этом круге, в этой пятой календарации С другой стороны, можно предположить, что это есть средоточие всех стихий Как бы праны, которые насыщают все стихии Как стихию земли, стихию воды, стихию воздуха, стихию огня И синтетическую стихию эфирную, как бы высшую Можно предположить, так как человек является Является единицей четвертой творческой иерархии Или иерархии монаса А всякий монас петеричен по своей природе А значит, всякая форма в этой иерархии Безусловно, будет проявляться через какие-то пять потоков энергии и силы На более низшем уровне Мне трудно судить, как устроен нерв Я плохо знаю физиологию нерва Это мне в большей степени могут рассказать специалисты, наши неврологи Но я знаю, что эти пять нитей единой паутиночки Заканчиваются такими же пятью потоками промежуточного канала Нади А именно этим завершается эфирное тело И Нади выполняет роль посредников Между плотной формой А именно через эти каналы Нади, которые полуматериальные, полуэфирные Они как бы очень уплотненные, сконденсированные эфир По сути дела, всякая форма есть результат конденсации эфира Либо в жидкость, либо в твердую форму, либо в газообразную форму Это все процессы конденсации и кристаллизации Именно через такие процессы и протекает рождение физической формы А завершается нервами и кровеносная система И вообще всей физической формы Многие авторы оккультной философии, в том числе и Тибетиса Блавацкая Пишут о том, что если вы хотите понять, как выглядит эфирная тема Пока еще современная наука не смогла сфотографировать во всех подробностях Возьмите, сделайте фотографии кровеносной системы человека И освободите его от всего лишнего и нервной системы человека И вы увидите эфирное тело в разных своих подразделениях, разных уровнях Ну, за исключением, что там не будет хват доставать еще энергетических центров Разных энергетических центров Об этом мы сейчас будем говорить Вот это и будет общая картина эфирного тела То есть нет ни одного участка формы, куда бы эти нити не проникали и не пицали Равным образом, как и нет ни одного участка тела, куда бы не проросли нервы Или куда бы не проросли кровеносные сосуды Далее Как функционирует эфирное тело? Оно состоит из трех главных потоков энергии Эти три главных потока энергии являются собой Ну, в какой-то степени символы Это уже символизм в оккультной философии Три главные силы или энергии вообще всей Вселенной Волевой аспект, материальный и срединный аспект Это каналы, их называют на санскрытии Сушона, центральный спинно-мозговой канал Который протекает, если понять, где он проходит Он внутри позвоночника И в какой-то степени он совмещен с полостью внутри спинного мозга Так называемым шестым желудочком В какой-то степени его можно соотнести Канал Сушума, энергетический канал Вот с этой полостью И два, которые трудно найти, где они находятся в физическом теле Это два канала, ида и пингала, которые опоясывают Как две змеи опоясывают третью змею И вот этот символ кадуцея, очень хорошо известный нам символ Являет собой в какой-то степени символическую форму Вот этих трех главных каналов Иды, пингалы и сушона И вдоль этих трех каналов Располагаются по очередности Ну, разные системы дают разное количество главных центров Ну, мы опираемся на ту систему На которую опирается и Гловацкая На которую опирается и Тибетец Это семичакровая так называемая система Мы не всегда говорим об эфирном теле Всегда говорим только о семичакрах Но это неправда Эфирное тело располагает огромным количеством Всевозможных фокусов Силы и энергии Но семь из них действительно главных Это сети главных центров О которых мы с вами все знаем И которые я вам сейчас покажу Есть целый ряд вспомогательных центров Как бы, ну, менее важных Но менее важных может быть с точки зрения вообще Рассмотрения философии человека Но иногда крайне важных или так называемых оккультных центров Которые выполняют очень важную функцию Допустим, на пути человека Это в частности центры Ключичные центры, оккультные центры Это лопаточные центры Оккультные центры Они, ну, в какой-то степени являются символами крыльев Допустим, когда у неофита Который становится посвященным Возгораются эти центры Говорят о том, что у него вырастают крылья Ну, это как бы мистический символ На самом деле Когда пробуждаются эти центры Становятся активными Ну, как бы и растет оккультное могущество Такого ученика И посвященного над материей В трех мирах То есть, эти центры являются Вроде бы вспомогательными На самом деле, они иногда более важны Чем те из главных центров Которые, ну, как бы функционируют У каждого человеческого существа И целое огромное количество Так называемых малых центров Восточная рефлексотерапия Или так называемая Философская система Китая Называет эти центры Лопунктами И акупунктурными точками Которых вообще огромное количество Многие тысячи Но это все фокусы энергии Которые активны В тот или иной период В том или ином возрасте В то или иное время В том или ином эволюционном Эволюционном этапе У человеческого существа Это те фокусы энергии Через посредства которых Он общается с миром С миром как материальным Так и небесами Это те окна души Через посредства которых Душа взаимодействует Когда она в форме С окружающим миром Вот что такое центры Это передатчики и приемники Энергии непрерывные Из них семь главные Чем отличаются главные От вспомогательных и от малых центров Отличаются тем Что в главных центрах Вот эти вот нити Петеричные нити Пересекаются 21 раз Вот когда 21 раз нити пересеклись Имеем с вами Семь главных центров То есть Семь раз Нить В этих главных центрах С разных сторон Как бы 21 луч Приходят Соединяются И рождают Могучий вихрь Воронку Которую дает нам главный центр В меньших Или вспомогательных центрах Эти нити пересекаются В 14 раз И в совсем малых центрах В 7 раз Все остальные Меньшие пересечения Дают нам То что мы называем Апунктурные точки Я хочу Здесь остановить Ваше внимание Вот на таком Одном аспекте Вот мы с вами Сейчас сказали Да 7 наших главных центров Есть результат Взаимодействия 21 нити Которые Петеричны По своей природе Другими словами 105 потоков Сил Пересекаются И рождают Главный центр И теперь на память Приходит Третья Коренная раса Лемурия 105 кронкумар Венеры приходит И Будем так говорить Дарят человеку Разум Иску огня Но это как бы Один аспект Тот который Есть следствие Этого прихода Но другие следствия Которые незримы Для нас непонятны Но в результате Изучения Окультной философии Мы с вами Находим Потом Что именно Они же Образовали Так называемую Окультную иерархию Да Которую Последствия Мы говорим С вами Стало Планетарным центром Да Сердечным центром Они же Потом Образовали Другой центр Головной центр Который мы с вами Потом называем Шамбала Да Понимаете Понимаете О чем Речь идет Да Что это Аналогию Я хочу Провести Для того Чтобы Мы понимали Когда речь идет О том Или ином Окультном факте В частности Даже О приходе 105 кумар Что такое Эти 105 кумар Мы говорим Они Моносопуты Да Они разбиваются На 21 По 5 Именно О 5 кумарах Последних Эзотерических Которые Только сейчас И остались Мы с вами И говорим Что сегодня 4 таинственные Кумары Один из них Наш Господь Мира Санат Кумара Остальные Ушли В удаление Но вместо Них Появились Собственные Силы Которые Как бы Поочередно Один за другим Проходили Через Посвящение Через Восхождение И замещали Эти потоки Силы То есть Этот поток Силы 105 потоков Силы Или энергии Силы С точки зрения Космических Жизней Но энергии Божественные Энергии Огня С точки зрения Жизни Которые На нашем плане Привели К возгоранию И Вихреобразному Рождению Центра Планетарного Центра Из этого Центра Иммунировал Манас Который Прометей Который По сути дела Одарили Человека Разуму В этом же Центре Зародился Сердечный Центр Из этого Центра Когда Центр Замещался Возгорелся Другой Головной Центр Вы могли Наблюдать Если бы Могли Мистерию Рождение Центров Планетарных Центров Через Посредство Прихода 105 Центр Строится Ментальная Форма Потом Строится Астральная Форма Потом Начинает Строиться Эфирная Форма Когда Процесс Продвигается К середине Только Тогда Происходит Зачатие То есть Это еще Предваряет Весь процесс Физического Осаждения Или Конденсации Человека Ибо Наверное Об этом Можно Говорить Когда Мы Говорим О зачатии Это Уже Конденсация Смущения Физическую Форму Энергетической Формы Человека Еще По другим Углом Зрения Я хотел Б Вам Показать Вот Именно Это же О чем Я говорил Сейчас Великое Слово Аум Раздается В течение Столетия Брахмы Сохраняя Своё Звучание Во всей Солнечной Системе Это Священный Звук Аум Будучи Разделенным А также В том Как оно Слышано Во времени Пространстве Каждая Из трех Таинственных Бук Является Первой Бук Дополнительной Фразы То есть Три Отдельные Фразы Внутри Отдельные Слова Состоящие Из Различных Звуков Одна Буква С четырьмя Последующими Звуками Образует Вибрацию Или Ноту Брахмы Которая Является Аспектом Интеллекта Преображающим Преобладающим В материи Отсюда Тайна Скрыта Скрыта В пятом Принципе Ума В пяти Планах Человеческой Эволюции Или В пятеричной Нити Эти пять Букв Будучи Произнесены На правильной Ноте Дают ключ К истинной Внутренней Сущности Материи А также К управлению Ей Вторая фраза Состоящая На этот раз Из семи Букв По одной Для каждого Из семи Небесных Людей Воплощает Звук Или ноту Аспекта Вишну Второго Логоического Аспекта Или Аспекта Строительства Формы Ее правильным Или частичным Произнесением Полным Или неполным Звучанием Строится И приспосабливается Форм Затем К первым Дум Дум Добавляется Третье Слово Или фраза Завершающая Все Логоическое Слово Доводящее Его до Конца Это Слово Составлено Из И таким Образом Пять Плюс Семь Плюс Девять Дает Нам Двадцать Один Двадцать Одну Букву Или Двадцать Один Звук Этого Слова Ау Этого Первичного Слова Если Это Слово Проявляется Через 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 Пятеричные Потопы Энергии Через Эволюцию Монаций И мы Имеем 105 Потоков Силы Которые По сути Дело И дают Нам Всякое Рождение Какого-то Фокуса Какого-то Центра Вокруг Которого Начнет Зарождаться Нечто Или Который Будет Оживлять Одухотворять Нечто Ну Это С другой Стороны Я попытался Вам Сказать На том Жестном То есть Это Есть Некое Искусственное Такое Почему Двадцать Один Раф Это Затур Вначале Было Слово И Всякое Слово Порождает Вихрь Главный Вихрь Именно Вот И На уровне Человека Вот эти Макрокосмические Принципы Закон Проявляются Абсолютно Как они Проявляются На уровне Планеты Так же Они проявляются На уровне Человека Вот По сути дела Как Вы Это Если Говорить Уже О более Точной Физиологии Эфирного Тела Для Главных Центров Хорошо Известно Этого Мы еще Коснемся Когда Будем Говорить По Математической Модели Эфирной Перевоги Человек И Человека Ну вот Вы видите Каким образом Четыре Лепестка Основания Позвоночника Или Первого Физиоля Как они Начинают Что ли Порождать Семеричного Человека Или Семь уровней Сознания В его Эфирном Теле Проявляются Здесь тоже Определенная Философия Существует Здесь Определенные Принципы То есть Это не есть Некое Стихийное Числовое Соотношение В какой-то степени Мы Это более подробно Рассмотрим Потом Но Я вам уже Об этом говорил Что Вся Чакровая Система Укладывается В ряд Чисел Фибоначчи Вот Если Вы Допустим Рассмотрите Первичные Два Члена Ряда Как Два И два То Следующий Бред Четыре Два И четыре Даст нам Шесть Именно столько Лепестков Следующий Шесть И четыре Даст нам Десять Именно столько Лепестков Особняком Стоит сердце Сердечный Центр Следующие Шесть И десять Дают нам Шестнадцать И суммарный Интегральный Центр Который Есть Сорок восемь Именно столько Лепестков Вместе с горловым Центром Умноженное На два Дает нам 96 Лепестков Или два Лепестка Каждый Из них Сложен По своей Структуре Вот такая Философия Чакровой Системы Человека То есть Все Абсолютно Закономерно Ничто Не произстекает Вот откуда-то Ну просто Ну так И все Все Имеет Какую-то Более Глубинную Причину Поэтому Это наука Относитесь К этому Очень серьезно Это наука Дальше Наверное Я не буду Уже Останавливать Там вы увидели Свернутую Изменю Этого Последствия Кундалини Вы увидите В центре Именно Так Вы можете Видеть Эти фокусы Огня Здесь Они В статической Форме Это Сватхистана Центр Или Другими словами Семь священных Планет Если Допустим Муладхара Центр Это Четыре Стихии Плюс Пятое Синтезирующее То Это Символ Человека Небес Адама Катвана Вокруг Сватхистана Центра Вращаются Семь священных Планет Вокруг Его Солнечного Сплетения Наверное Еще и Главные Планеты Которые Три Главные Планеты Которые Не Включены Это Десять Планет Астрологии Сюда Включается Алектун Мурат Главные Синтезирующие Планеты Вот Сердечный Центр Это Сердечный Центр Так называемый Анахата Центр Я уже сказал И вообще Сердце И даже В оккультной Физиологии Оно Особняком Стоит В нем Мышцы Совершенно Те Из которых Состоит Которых Нет Во всем Теле Из особого Рода Выстроенной Мышцей Сердца Сама Структура Лепестков Она нарушает Этот Ряд Числовой Ряд Она Стоит В середине Но тем не менее Она является В полноту Мы будем Когда Дальше Об Математической Модели Вы видите Что число 12 Является Как бы Завершенным Не полным Циклом Но завершенным Циклом И в принципе Все Жизнь Развивается Через Вот такие 12-ричные Еще Больше Степени Через 24-ричные Циклы И Сердечный Центр В какой-то Степени Символизирует С третьей Стороны Оно Включает Себя Зодиакальный Небесный Свод То есть Те фокусы Энергии Которые Наполняют Наше Солнце Сердце Символизирует Собой Солнце И вот Вы Видите У человека Авокадона Зодиак Вокруг Сердца Вращается Вот он Зодиак Это не Есть Слишком Большая Аллегория В какой-то Степени Это Соответствует Истине И Наверное Мы не будем Далеко от Истины Если Скажем Что Наверное Эти фокусы Энергии Так или Иначе Взаимодействуют Человека Связывают С внешним Миром Но Тем не менее Наверное Какие-то Энергии Зодиакальные Они Также Приносят Человеку Наверное Это Является Тем основанием Что Астрология Является Наукой Некой Искусственной Системой Что Эти фокусы Энергии Сил Так или Иначе Приносят От тех Или иных Либо планет Либо Зодиакальных Созвездий Энергию Человека И так или Иначе Предопределяют Его Поведение Его Состояние Человек Вообще Проявляет Себя Так Как Его Побуждает Тому Силу Которая Циркулирует Внутри Него Это Только Когда Душа Полностью Обладевается И формой Силой Более Невластной Над Человеком И он Демонстрирует Душа Воплощении Это Горловой Центр 16 Лепестков То О чем Я уже Сказал Я просто Показываю Таким Образом Каждый Лепесток Является Собой Самостоятельное Качество Каждый Лепесток Определенный Тип Энергии Приносит Человеку Вот Такая Символическая Форма Аджна Центра Вот Я вам Показывал Что Это Два Лепестка Но Эти Два Лепестка Видите Четверичные По своей Природе А что Такое Это Четверичные А та же Муладхара Четыре Стихии А теперь У этих Четверицах Двенадцать Лепестков Двенадцать В каждом Аспекте То есть Как бы Полнота То что Есть В сердечном Центре Проявляется Здесь Зодиакальный Круг И Завершенные Циклы Мы Когда будем Говорить Там В большей степени Математика Потрясающая Завершение В какой-то Степени Эти два Потока Или 96 Потоков Проявляется Человек Через два Глаза Ибо Аджна Центра Находится Как раз Это Седло Между Глаз Или то Что соответствует Гипофизу Если Говорите О Энтокринной Системе Человека Так вот Один из них Материальный Или как бы смотрит Можно было бы смело Вот так вот Развернуть Материальный И смотрит В материю Другой Духовный Смотрит В небеса В какой-то степени Это есть Срединное место И соединяет Человека Материального С человеком Душевым То есть Это есть Престол С одной стороны Сатаны Когда они Преображены Если вы читаете В апокалипсисе Помните Там Где престол Сатаны На абстрактных уровнях Если рассматривать Символизм апокалипсиса Там где В третьей главе Идет Рассмотрение Как Агнец Божий Обращается К церквям То эти церкви По сути дела Есть центры Мандехоплевые Центры Или уровни Сознания Или планы